Уже скоро нам придется оторвать пару наглых волчьих голов. Приветствую вас, друзья, с вами Верус. Здесь, в общем, Борис лично подкрадывается к нам, поэтому переводим Игиля вот сюда. Можем нанять кого-то быстрого, но менее полезного. Либо-либо... Например, лучники. Кстати, лучники здесь бы зашли. И, особенно в Маринбурге с гарнизоном, в совокупности, да, могли бы пригодиться. Фемиров потом взяли. Ну, давайте, наверное, сделаем следующим образом. Я все-таки возьму здесь сейчас пехоту, и потом в Маринбург фемиров двоих возьмем. Может, троих этого если выгоним. Посмотрим, как оно сложится. Трок, к тобой лучше тоже уже ходить. И этот, если вернется, он не дотянется, гарнизон должен восстановиться. Карл Франс, я надеюсь, войну не объявит. Идти лучше водой, тут по-любому. Мы пройдем дальше. Да, мы даже до его территории дотянемся и сможем их уже разорять. Здесь ничего пока он не нанимает. Второй стек. Так же сможешь сделать? Нет, но, в принципе, если вот здесь высадится, можем еще плюшку попытаться собрать. Но 14 может не хватить, потом высадится. Хотя тут 20 до хватает. Давайте рискнем, а ну-ка. Собираем плюшку. Давай, на карте компании. Казна. И... Да, высаживается, замечательно. Хватает нам. Еще и потерь не понесли. Крутотень. А, подожди. Ставить режим на лед нужно тоже. Оп. Все, красава. Ты докладывай, как тут Альберик поживает. Ммм, может... Ну, поохотиться не дают нам. Так-то, может быть, здесь и пока... Ммм, хочется верить, что Малекит будет брать Тор Ашару. Мы поохотимся даже маленько. Даже маленечко поохотимся. Хотя бы самый мал... А как ты тут нанимаешь? Подождите, что за наглость? Элодан, ты... Офигеть, ты наглая. На моей территории стоит, просто нанимают. Ладно, на следующий ход тогда мы тебе... Оторвем гол... Головешку. А она нападает, и этот стэк еще здесь, оказывается. Есть Эльториона лично. Нам предсказывают первую победу, но... Естественно, я... Просто ради любопытства. Герою любопытно, что... Сливать автобой предлагает Мамонта. Не знаю, что обиднее Мамонта. Или вот Хус Карлов сейчас терять. Вроде бы Хус Карлов мы можем нанять. Три хода, но можем. Мамонтов пока что еще нет. Так, у тебя летающая артиллерия, но они должны быть уставшие. Они на ускорении подбегают. И жаль, что сейчас у нас маг просто в дно покоцан. Его солнышко бы подкрепление очень классно побило. Так, здесь есть маг металла. Это маг огня, но плюс есть цепь молний. Но опасная достаточно тема. Ладно, погнали. Хорошо, разберемся с вами. Высшая эльфятина. Че надумали? Но сейчас вряд ли даже крупные планы особо... Получится делать. Они же... Начнут... Если закидывать, их нужно контрить. И за ними нужно прям охотиться. За ними прям надо будет охотиться изо всех сил. Хотя мы можем поохотиться на него. Самого. Так, а ну-ка. Нормальная ветромагия. О! Тут как маленький город, мы можем встать, например, вот здесь. Вот так вот взять вас. И линию, да, сделать. Но нас будут обходить, скорее всего, здесь. Тут тоже можем перекрыть хотя бы немного. А можем вот тут. Смотрите. Тут очень хорошая такая площадка. В принципе, нас могут обойти вот тут. Могут и обойти тут. Но понадеемся на искусственный интеллект. И что он полезет здесь. И тогда наша магия будет разить. Его магов, если мы успеем вынести, наши будут убивать. Так, а ну-ка, давай. Наверное, вот так. Сделаем. Наши просто будут беспощадно их рубить. На всякий случай, маленький отрядик оставим здесь. Фланг прикрыть. Так, вас двоих оставим прикрыть здесь. Фланг. Но вот эти трое летунов, которые могут начать стрелков гасить, паркуем тут. Так, вы. Попробуем вылазку сделать. Быстро вас разорвать. Или они, если сами пойдут в атаку, их подождать. Давайте так вот встанем здесь. В режиме ожидания. Фемир пока что тут. И спрячься. Ну, подкрепление, если бы подходил бы вот отсюда откуда-нибудь, можно было бы через лес попробовать прорваться. Может под шумок сейчас в лесу и спрятаться, а потом подкрепление будет идти, кинуть солнышко. Но солнышко очень бы классно зашло в подкрепление. Так. Ну-ка, давайте сюда. Вас я предлагаю выставить вперед. Пусть все вырезаются. Вы смягчаете удар. Вы смягчаете удар. Там, я не знаю, может вот тут тоже поставить. Такую заманиловку. Небольшую. Попробуем. Оборона города. Такая своеобразная оборона города. Маленького. Пока лево в воде. В своей родной среде. Все больше на корабле. Так. Погнали, смотрим. Смотрим, что он делает. Он идет в атаку. В принципе, сейчас форсировать идти вперед нет. Возможность такая подождать. И он бросает своих героев. Фильтарион лично тоже мчится к нам. Это хорошо. Маг. Вот представляете, сейчас сюда солнышко закинуть. А хотя нет. Маг, вот он металла. Это не маг. Это специалист по ближнему бою. Так, а куда ты летишь так нагло? Так, он что-то как-то очень хорошо этот отряд бьет. Вульфрика. Так некрасиво делать. Так, но они уже не вернутся. Один развернулся. Надо тогда сейчас разбираться. Куда ты там? Куда ты разворачиваешься? Маг, выбегай. Хус Карла, один отряд нам пригодится. Все, вперед, выходи, выходи, выходи. Сейчас мы мага быстренько накажем. Подожди там, постой. Подумай над своим поведением. Так, ты лечись. Хус Карла, вы бегом, 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 бегом. Ты как развернулся? Тут колесницы. В общем, маг, давай аккуратно. Я тобой рискну. Твоим здоровьем. Давай убей ее. Блин, не добил. Обидно. Так, сосредоточились. Герои тут не особо сильные, поэтому... Должны справиться. Плюс подходит пехота. Эль Ториону не жить, я надеюсь. Ну, практически он труп уже, да. А где второй? Петушара, вы что, его уже обидели? Представляете, они быстренько второго сломали. Красавцы. Так, а ну-ка, подожди. Мамонты. Он-то не вернется, но лучше его, я думаю, ранить окончательно. Вот, замечательно. Уходим. Можно было бы заклинанием добить этого, но... Не даст нам колесница. Отступаем. Тут же еще баллисты у него, блин, есть. Косяк. Так, ну стой, стой тут в лесу. А маги у него еще живые. Вульфрик, отходи сюда. Пускарлы на исходную. Волчара, жалко, ты не можешь свою хилку отдать. Давай, иди сюда брони добавляй. Так, а может быть вытащить парочку вас и расстрелять? Он идет мамонтов расстреливать, судя по всему. Хотя, ну, нет, там он качели устраивает то сюда, то туда. Он сам еще не определился, чего он хочет. Так, артиллерию сагри. Но, кстати, артиллерия бьет правильно. Артиллерия не купилась на дешевую пехоту. Раскочить получится? Ну вот тут просто подкрепление уже, ну не так, да? Так, и уйди в лес. Тебя спалили. Вот как Норска сражаться против этих колесниц, блин? Ответ на вопрос, почему их не добавили официально... Подожди, подожди, не вас. Официально. А они спускаются. Ломаем им наглые морды. Но они хоть полезли в бой. В принципе, у них принцип орлов обычных, а не сразу взлетать. Начинают. Точнее, атаковать. Больно, больно, больно. Растенитесь. Маг, подходи ближе. Ну, пока нормально. Пока, в принципе, все еще сносно. Отступили назад. Отродья вычу взбеленились. Так, чтобы они не вернулись, потому что этот отряд еще может вернуться. И мог бы он спалить моего мага. Еще и убить. Так, выбегай. Хотя, блин, тут он один отряд оставил. Давай, наверное, лучше один отряд отвлекай. Пофигу. От тебя будет больше пользы. Ты сейчас сольешься, иначе. Ждем. Ждем. Так, копейщики в бой. Закидывают еще всякую молнию. Ой, мамонты. Я про вас подзабыл чуть-чуть, если честно, уже. С этой способностью. Так, уходи. Там вакханалия творится. Будь здоров. Будь здоров. Выходим. 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 Так, мамонт идет сюда. Волчара, продвигайся. В принципе, мы выигрываем, но баланс еще... Пока на их стороне. Артиллерия там, лучники. Не дают. Бегом сюда. Так, спокойно мамонт справился тут с одним отрядом. Замечательно. Войны тени, твоя задача. Тут кавалерию сдерживаем. Ну, пытаются. Смотрите, обойти нас все-таки. Выходи. Сейчас солнышко кинем на этот отряд одинокий. Порви, мага. Порви. 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 Ну, ли-то тут нужно преследовать, убивать. Давай, 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 давай. Они не побежали еще, но... Успеешь? Нормально. Лучше, чем ничего. Врываемся. И все. Они побежали все. Ну, такая битва. Вроде бы никого не слили, самое главное. Так, а ну-ка, герои все его слились. Нет, вот здесь герой я вижу, где-то есть. Вот он он. Надо добить его. Ну? Ой, отлично. Вражеский лорд мертв. Давай, рвочек. Всех добить. Всех, кто остался, добить. Никого не жалеть. Догоняй, догоняй. Кавалерия. Самое главное, еще мага не слили. Ну, не смог его солнышко использовать. Ну, блин. Было бы полное хп, можно было бы рискнуть здоровьем, да? И вот здесь, когда они заходили, солнышко кинуть. Там такой бы успех имел. Уф. Героическая победа. Ну, там буквально вот пару заклинаний, теней. Очень много пехоты его поубивало, благодаря этому узкому месту. Так что, не самый лучший вариант. Если бы у нас был бы полный стэк, можно было бы спокойненько встать там и красиво наслаждаться жизнью. Так как еще нужно было смотреть. Еще, если честно, сбивались с толку вот эти отряды, покоцанные из гарнизона. Они-то смягчали, они-то отвлекали. Они магию на себя порой брали, но мешали местами зрительно просто. Так, 9 тысяч заработали. Давай силы оружия возьмем, так как нападал не основной стэк. А, но на ускорение уничтожен полностью. Тут только дама сейчас напросится на уничтожение. Пронзивший туман. Вульфрик, сопротивление обстрелу, все отряды в армии. А это очень важный перк для Норска. Что ж, Малекит мы видим осаждает. Мы можем подойти, Малекиту помочь взять. Просто за компанию постоять. То есть, нам... Ну ладно, не нужно денег будет. Мы ж не гномы какие-то, да? Борода есть, но мы не такие жадные. Вот. Просто чтобы помочь союзника укрепиться в этом регионе. Его силы это наши силы. Не-не-не, подожди, отвали пока. О, почему Луан отображался возле меня сейчас на дипломатии на карте? Вы видели? Ну да, цвет вон... Не в попад, конечно, бывает. Такой и в оригинале. А тут с модами так вообще. Порой игра загружается со второго, с третьего сейчас. Там что-то с файлами локализации проблемы. Но он налет делает, нормально. Такой уже мы видели сценарий. Он в Нордене тоже порой налет делал, стоял, ждал, сопли жевал. Борделом укрепился. Но вот эльфы отвлекли, не дали сейчас восстановиться. Нормально. Хотя мы в любом случае заход бы не восстановили. Но там всего лишь несколько отрядов было. Сейчас чуть побольше. О, Хохланд к нам пришел. А ты хочешь перемирия, судя по всему, да? Но требует еще денег от нас. Иди нафиг. Хочешь конфедерацию подписывай с империей. Хохланд. Разбивать нам Хохланд или взять город? Разграбить, да? Внаглую. Прям обойти. Но Хохланд проблема. Ух ты. Беда пришла, откуда не ждали. Представляете? Хоббитцы, жалкие хоббитцы пришли. Свои поварешки притащили против нас. Их решили использовать. Но в любом случае, там не хватает врагов сейчас с лихвой. Блин, вон Хохланд мешает моим планам, да? На севере. И еще пришли эти полурослики. Вообще не кстати. Вообще они меня там не тарахтели. Хотя они практически восстановили потери. Даже не сильно заметно, что сражались. Так-то эльфов разбивали. Давай сплочение, пока тебя качнем. Так, общественный порядок в собственных провинциях. Армия героя для грабителей, для всех... А это будет действовать на... Все-таки Хускарлов. Можем проверить. Что ты там прибавляешь на защиту и атаку в ближнем бою? Ну вот давай ты. Атака 50-69. Ну да. Смотрите, 70 и 52. 50-69 было. Работает. Как положено. Как обещал. Так, ло-мастера этого уничтожить? Или все-таки пойти Малекиту помочь? Малекит просто не возьмет. Там вдобавок ко всему вышки. Мы вдвоем уже... Эээ... Серьезная будет... Банда. Мы можем светилище Кейна. Забрать туда пойти. Ну тут бретонцы начнут сейчас, мне кажется, лезть. Надо будет, чтобы Малекит на этом же ходу тогда штурмовал. Но он, я надеюсь, почувствует силу и пойдет в бой. Параш уже выглядывать из-под мамкиной юбки, да? Хотя, ну... Мы в него верим, но он постоянно там оказывается. По той или иной причине. Так, Игиль. Дрог. Что у Хохландра? Ну, у Хохландра слабенькая армия. Но Зальцинам взять и еще Хохланд... Это, конечно... Амбициозная цель. Плюс от полуросликов защититься. У них-то, смотрите, танк есть. Петушиная кавалерия с неплохими бонусами. Гном. Эльф. Человечишко не только тут... Мы можем просто в Эрингарде собрать сейчас элитный стэк. То есть у нас есть гарнизон. И можем экстренно призвать резерв. Вот так все возможные, да, варианты? Ну, давайте с Хохландра начнем. Начнем с Хохландра. Подходи. Я надеюсь, ты сможешь потом прийти на помощь с городом. Вроде бы показано, что сможет. Решительная победа. В принципе, Хохланд уничтожают. Мы лучше сейчас город штурманем лично. Скорострельный стрелковый урон. Это вам. Урон огнем. Так, ну... Давайте тролли будут огнем выжигать. Надеюсь, не особо большие потери будут. Все-таки перевес тут весомый. Нам просто очень много еще сделать. Ну, волчары пострадали сильно достаточно. Тогда перед штурмом увеличим силу оружия нашей армии. Зальцемюнд. И... Зальцемюнд. Лично приходится штурмовать или поверишь? Первую победу, говорит. Хотя... Знаете... В принципе, в первую победу тут верится. В принципе, даже очень верится в первую победу. Стена еще не самая удобная. Подходить отсюда в любом случае нужно. Откуда бы подкрепление не вылазило. Подходить сюда нужно будет. А ну-ка, а вышки бомбические, не бомбические? А еще и будут... Ядра. Ну, еще не самые бомбические стены. Но уже ядра будут. Патруль будет призывать. Патруль, патруль. Или посаждать. Можем подождать. На следующий ход потерю оснать. Но сколько тут он сопротивляться будет долго? Шесть ходов. Нанимать он здесь. Возможность паровой танк, деммигрифы, рыцари. Но это кузница. По факту. Он просто возможность... Дает возможность, но не нанимать. Открывает просто. Дает гарнизон. Но арбалетчиков будет нанимать, если что. Из... Этого и все. То есть, Дитсенс Хафини, он ничего тут нанять не сможет, пока мы осаждаем. Но уводить второй армию опасно, он может выйти. В принципе, во время штурма у нас больше шансов тут выиграть. Давайте. За счет магии. Благодаря магии у нас будет больше шансов. Там большая толпа, я надеюсь, будет собираться и огонечек раскидает. Почему трога как бы огненные атаки? Вроде бы должны быть. Я же качал, да? Нет? Нет. Там оружие выдавал. Я могу. Лучину за лучину. Так. Хотя герои. Ну че, я опять же смотрю и оцениваю героев как очень сильных и проблемных. Герои сейчас это вообще не проблема. Сейчас Дупельзай... Дупельзайднеры. Хе-хе-хе. Дупельзайднеры это куда большая проблема на самом деле. Так что... Здесь я один отряд отправлю все-таки штурмануть, забрать эти ворота. Так. Вы сюда. Трог ломает ворота со своими. Волчары спрячутся тут пока что. Вот. Есть вариант спрятаться. Замечательно. Тролли идут сюда. Чтобы не перепутать, объединяем. По трогу будет очень жестко стрелять сейчас. Тролли, блин. Вы че остановились? Давай-давай-давай-давай-давай. Ай, собака. Бегаю туда-сюда. Сейчас могут... Вихрь мне испортить. Но вихрь пошел очень удачно. Очень удачно пошел вихрь. Выжигает. Хорошо. Хорошо. Ну, блин. Тут они не могут встать. Становится абы как. И да, еще тебе тут прилетает сейчас. Зайди вот сюда. Куда вас деть-то, а? Сейчас. Волчки вы мои. Дорогие вы мои волчки. Давайте попробуем в лесу их спрятать. Дабы не расстреливали. Их нехорошие имперцы. Многих потеряем сейчас. Очень многих. Огонек прям шикарно. Минус два отряда. Очень добротно. Безусловно, то, что в нас сейчас баланс верит, это очень хорошо. Давай-давай, стрелков. Займите их. Так, блин. Подойди вплотную. Вот сюда подойди тогда. Тут бьет собака-пушка по тебе. Уйдет. Ну, этим тоже досталось. Не сказать, что прям серьезно досталось, но досталось. Проломи ворота скорей. Проломи ворота скорей. Выходи вперед. Плюнь. Красавец. И тролли заходим. так вы уйдите зона обстрела вакханалия творится ворота причем дупель зоднеры держат продолжают вышку пока тоже удерживает так а магия подожди и мирчик родной сделай чудеса облегчи жизнь так вышка наша уже здесь победа близка пехота спускайся но в принципе здесь это не золотые лычки пехота таких проблем нет подожди способность будет применяться нет фиг пойми что сорвоты тут непонятно получилось так что наши фемеры хорошо еще зашли здесь я их как-то слабее все-таки считал в рамках этой битвы ну и спускаем волчар хотя вот этих двоих я думаю можно вот сюда подвести сейчас ворота должны забрать все прорываемся тролли давай-давай-давай-давай-давай ворота наши кого там нужно еще магии разнести и сюда грызем грызем давим давим грызем грызем давим тролли прорывайте сюда да прорывайтесь вы сюда хватит прибедняться ну все уже напоследок можно черепушку пустить обидно что подкрепление подходила вот как-то посерединке и он здесь тоже выставил отряды и захватите мортиры исключить сразу ну было невозможно сразу это было нельзя сделать ну что надо разорять нужно деньги где-то брать нам еще стек создавать судя по всему рингард чтобы удержать так что 1020 если даст это поселение мы будем рады так вы должны выжить находясь под жестким обстрелом но вышить такая сумбарная такие прям бурные через барная ну нормально против если лучик нет вернем слился все таки отряд 3000 маловато но здесь 20 дает да здесь дает он все таки 20 разоряем но дальше уже сопротивление такого не будет трог тем более может уйти на свои земли и восполнить потери это хорошо волкотварей тролли давай пока что суда я бы тебе элиту кого-нибудь о бессмертие наконец-таки элиту взял бы но она очень нужна сейчас наверное и огры пойдут вход что полуросликов то остановить момент такой щепетильный щепетильники моменты главное при этом чтобы вновь не подключился к войне карл франц подобная ситуация была здесь мог просто прийти союзником это было бы и вот этим объявлять войну тоже вообще не кстати было бы а у вас врагов толком и нет музей льоны вот наши да вам вообще уже не с кем воевать вы сюда лезете ну рейк ланда клан скраер как бы но в основном да и мы на втором месте сейчас посили то есть маленький то однозначно надо помочь луан ли анкур по-прежнему пишется что он владеет поселение но брехня это неправда ну давайте ладно наймем уже тогда в следующей серии в начале кого-нибудь можем вот этого вот обаятельного до доход после битвы его наймем соберем банду крутых и будем полуросликов бить а на сегодня все до следующей серии с вами был вера всем добра пока 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 Продолжение следует...